Добрый вечер! Спасибо большое, что вы пришли сегодня вечером в Кутуны-Сын-Покровские ворота для презентации книги Виктора Ремезова «Вечная мерзлота». У нас вроде уже весна, но мы будем говорить сегодня о вечной мерзлоте. Добрый вечер всем также, которые смотрите из нашего прямого эфира на Фейсбуке или на нашем сайте. И напоминаю, что если у вас есть вопросы, вы также их можете задавать прямо под мероприятием на Фейсбуке. Это будет способ участия, вот такой половина виртуальная, половина у нас в зале. Спасибо, что вы пришли сегодня вечером к нам. Вот с нами автор этой книги-эпопеи Виктор Ремезов. Спасибо большое, что вы с нами сегодня, Виктор. Спасибо вам. Все-таки вы пришли, вы живете за городом, но в Подмосковье, и спасибо, что вы пришли до Москвы к нам. И чтобы мне помочь, Джованна Поровичини, она работает в итальянском фонде «Крестьянская Россия», фонд, который всегда обратил большое внимание к истории 20 века, к истории лагеря, также жизни, которая независимо от всего была. И я думаю, что ваша книга тоже, это каким-то образом утверждение, что жизнь все-таки продолжает. Без сомнений, последние страницы об этом говорят. Прежде чем войти в книги с помощью Джованны, у меня может быть один вопрос. Книга вышла в издательстве «Владивосток». Ваши разные книги вышли в разных издательствах, и в том числе вы также финалисты разных литературных премиях. Как я понял, это было связано с тем, что вы тогда издавались в редакции Елены Шубиной. Наверное. Нет, это никак не связано с редакцией Елены Шубиной. Не эта книга попала финалистам именно? Нет, книга, которая попала в финалы русского букера и большой книги, она вышла в Хабаровском издательстве. Вот почему вы решаете там издавать книги? Это тоже часть вот этого дания, которое вы хотите дать этим землям? Ну, отчасти да. Отчасти да, но просто в Хабаровске у меня живет мой хороший друг, который, прочитав книжку, захотел ее издать. Его называется Станислав Глухов. Вот. И я сказал, что да, хорошо, издавай. И он издал. А потом она вышла в издательстве АСТ и в редакции Елены Шубиной. Хорошо, спасибо. Тогда мой вопрос, и потом я передаю микрофон у Джованны. Вам не сказали никогда, что, потому что мне часто говорят это, хватит говорить о плохом, которое было. Уже все знают. И, в общем-то, те, которые хотят знать, уже знают. А те, которые не хотят вашу книгу, вашу книгу их не переубедить в любом случае. Поэтому, может быть, нужно о другом уже говорить? Это провокационный вопрос. Я понимаю, да. Ну, я подумаю, конечно, о другом, наверное, это о чем-нибудь смешном. Я хотел провокационно ответить, у меня не получилось. Вы знаете, какая штука? Эта книга не о плохом, это книга о хорошем. Вот те, кто ее прочитали, они, да? И вот Ирина Роднянская, один из старейших наших критиков, уважаемый человек очень, она написала реплику на заднюю страницу второго издания книжки. И заканчивается эта реплика словами, что это энциклопедия насилия-азбука человечности. Так что я с ней согласен. Да, нет, это книжка про наше неодолимо прекрасное человеческое начало. А условия, конечно, кое-какие были, да. Спасибо. Хорошо. Мне кажется, что сейчас, может быть, нам вам сказать вкратце содержание, скажем, тему, фон, на который как-то развиваются события вашего романа, чтобы просто наши слушатели были в курсе, не все, может быть, прочитали книгу, слышали книг, и чтобы как-то их пригласить, ориентировать. Ну, основное действие романа развивается в низовьях реки Енисей. На сталинской стройке огромной, это одна из самых больших железных дорог, которая была построена, она сопоставима по размерам со строительством Бама, и по затратам, это совершенно колоссальная была стройка. О ней мало кто знает, на самом деле, потому что она была сразу после смерти Сталина, она была остановлена, сначала законсервирована, а потом ее решили совсем ликвидировать, потому что консервация ее стоила бы еще больших денег. Вот. Ну и потом всем очевидно было, что она не нужна никому. Действие разворачивается там. Начало романа – это начало стройки, конец романа – это конец стройки, чуть-чуть дальше, чем конец стройки. Там еще ликвидация идет стройки и прочее. Но роман не о стройке, а роман о… Ну, можно сказать, что это сага о нескольких семьях. Значит, там развивается история, ну, наверное, трех семей. Вот мы четыре года наблюдаем эту историю. Она достаточно драматичная, довольно разная. Но как-то так все получилось, что история этих семей, она переплетается в романе. И это очень не искусственно получилось. Правда? Да. И знаете, просто меня… Почему вы выбрали именно тот период? У вас были какие-то встречи, нашли какие-то архивы, рукописи людей. Почему именно вы выбрали именно этот контекст, скажем так, для вашего романа? Который я совершенно согласна о чем-то другом. Я бы хотела как раз потом об этом главном, существенном говорить. Знаете, довольно случайно получилось, как часто это бывает. Может быть, кто-то все-таки за нами там посматривает. И я был на Енисее. Мне в руки попал мортиролог репрессированных капитанов. И это меня очень зацепило. И я стал эту тему развивать, изучать. Там же уже в Красноярске встречался с капитанами со старыми, которые были свидетелями этого. Там возникла эта стройка, которая, собственно говоря, в Низове Енисея, особенно никаких событий больших не было. Там была огромная ссылка. Но, собственно, событий ярких – это вот эта стройка. И второе большое событие – это строительство Норильского комбината. Он это дальше, далеко от реки, а на самой реке, собственно. То есть первоначально роман затевался о судьбе какого-то капитана, которого репрессировали. И вот семья его, еще что-то такое, наверное, мне виделось. Я сейчас уже хорошо не помню. Но когда возникла эта стройка, то как-то стало одно за другое цепляться. И я довольно долго готовился к нему, много изучал материалов, разговаривал с очевидцами, нашел очевидцев тех событий. И один, значит, человек сидел в Ермаковском лагере, в Ермаковой, в Норильске, в Игарке он сидел. То есть он был живой свидетель тех событий. Он умер, к сожалению, в прошлом году, в мае прошлого года. Но успел прочитать роман даже два или три раза. А другой человек работал капитаном судна, которое было прикомандировано к этому строительству. И тоже все прекрасно помнил, знал. Он тоже умер, к сожалению, в 2018 году, но тоже успел прочитать первый черновой вариант. Поэтому как-то вот оно так получилось. Но потом я долго работал, и что-то менялось, что-то уходило, что-то приходило. Но довольно сложно такой большой роман писать, потому что, когда находишься, например, на середине романа, то такое ощущение, что уплыл на лодочке в какой-то океан. И уже не понимаешь, ты в том ли направлении плывешь. Но вот как-то странным образом приплываю. Честно говоря, читая ваш роман, мне просто вспомнились такие романы, как, не знаю, романы Солженицына, Шаламова, Евгений Геннезбург, Гроссмана, Жизнь и Судьба. То есть, ну, такие просто, где приплетаются судьбы разных людей, и где вопрос, как мне кажется, в конце концов, как быть, не только как сохранить свою человечество, но именно через крутой маршрут, если мы хотим взять просто выражение от Евгений Геннезбурга, как через этот крутой маршрут человек может найти себя и найти человечность. Это, мне кажется, типа, как, не знаю, путь Белова, который капитан, который как-то молодой, который верит в коммунизм, в том-то, что Алина. И жизнь сама, один факт за другим, вот друг, которого арестовали безвинно, потом девушка, в которой он влюбляется, который, очевидно, это безвинная жертва системы, и все прочее, и повариков, который арестует, и так далее, все прочее. И он как-то постепенно понимает, что вот это его вера, это призрак, это ложь, это обман, это страшное и бесчеловечное. Но такой путь, скажем, к новому свету, можно сказать. Но для этих авторов это было так, мне кажется, такое как-то очищение. Сегодня от их романов прошло, ну, 50 лет, ну, скажем так, по крайней мере. Что значит писать об этой теме, по такому сюжету сейчас, сегодня? Это потому, что мы потеряли то, что они нам уже передали? Это то, что тот посыл, который нам передали, уже не действует? Или вы хотели бы еще что-то добавить? Очень хороший вопрос. Ну, во-первых, я думаю, что Сан Саныч Белов не пришел к... Он пришел к потере веры в то, во что он верил раньше, но к пониманию чего-то нового не пришел. И в этом смысле он, в общем, наш прародитель. Потому что, когда моя теща, она ровесница как раз Белова, прочитала этот роман, она сказала, что таких, как Сан Саныч, было абсолютное большинство. Вот просто абсолютное большинство. Более того, многие люди, пожилые, которые читают, которые жили в то время, они говорят, что мы много и много из того, о чем вы пишете, мы не знали. И я им верю, да, это действительно так. Потом ведь эта тема там очень есть, да, потому что тот же Романов говорит Белову, ты просто не хочешь смотреть, ты отворачиваешься. И ну так мы устроены. А что касается романов, это очень интересно. Я очень думал на эту тему, когда начинал работать. Мне тоже было поначалу как-то непонятно, а что, собственно, я-то могу сказать нового, если я не свидетель тех событий. То есть я понимал, что я, так сказать, буду вторичным, наверное. И вдруг в какой-то момент вот совершенно ясное пришло понимание, что я могу попробовать прожить жизнь тех людей. Просто честно прожить жизнь тех людей. И вот пришло это понимание, и просто вот я понял, что я имею полное право на это. Более того, конечно, тех, кого вы назвали, это главный, наверное, на кого я ориентировался. На самом деле колоссальный объем литературы существует, и я много что-то читал. Но с точки зрения художественной литературы, да, это Солженицын, конечно же, архипелаг ГУЛАГ, для меня прежде всего, Гинзбург и Шаламов. Но то, о чем вы говорили, нет ни у кого там. Вот этот поиск пути нет, потому что они все были травмированы лагерем. А это серьезная очень травма, которая, как я думаю, которая, ну, понимаете, вот есть вещи в жизни, ну, мы все переживаем иногда что-то очень плохое, совсем плохое. И вот вспоминать об этом всегда трудно. А представьте себе тот же Шаламов, который 17 лет отсидел там. Это невозможно себе представить. Вот. Но все-таки основной пафос Александра Савича Солженицына другой. Это колоссальное совершенно исследование. Я вообще не понимаю людей, которые его ругают за какие-то там вещи. Ну, тоже, может быть, мне тоже не очень нравится тональность, немножко высокомерная по отношению к нашим властям. Но он совершенно колоссальный труд себе позволил. Колоссальную совершенно работу. Просто никто себе представить не может, сколько это труда. И поэтому там винить его за какие-то ошибки, еще что-то. Ну, Господи, это надо быть просто благодарным за такую работу. Ну, хорошо, если ты видишь что-то не так, ну, сделай лучше. Это Солженицына. Что касается Шаламова, который с художественной точки зрения для меня, вот, наверное, из этой троицы самый высокий. Шаламов все-таки он не писал роман. Хотя, вот, Люба Юргенсон, например, считает, что все его творчество это один большой роман. Но все-таки в романе можно действительно проследить такой путь. А вот в рассказах, даже в циклах рассказов можно очень много сказать. и Шаламов сказал совершенно колоссально. Но это не роман. Вот. И потом у Шаламова, конечно, был такой, мне кажется, человеческий недостаток, как мрачность. Мне кажется, он по характеру был мрачный. Это не то, что недостаток, он просто был такой. И поэтому там в его рассказах немного солнца. А все-таки солнце было. Ну, люди без солнца не могут. Без солнца, без какого-то юмора, в любых условиях, абсолютно самых тяжелых и прочее. Поэтому это вот какая-то такая вещь. Вот. А Гитлбург это все-таки мемуары, совершенно блестящие мемуары, очень остроумные женщины, умные женщины, честные женщины, писательницы. Но это все-таки мемуары. А мемуары это то, что произошло только с ней. Да, это очень показательно, когда ты читаешь мемуары других, ты видишь, как все повторяется и так далее. Но это мемуары, романы это не мемуары. Поэтому А когда вы говорите о том, что вы как-то постарались пережить как-то внутри себя их опыт, что вы видели в этом опыте? То есть с одной стороны как-то люди открывают как-то постепенно глаза на зло, понимают, что на самом деле люди все как-то являются жертвами этого зла и как можно сказать, какой их путь, как вы поставили точку на этот на этот рассказ. То есть есть можно сказать есть выход от этого ада это выход от этого ада это смерть Сталина, это изменение режима, есть приобретение собственного внутреннего мира. Вы знаете, я думаю это наверное это просто приглашение к раздумию на эту тему, потому что наша страна пережила очень тяжелую травму, причем вот если понимать, что через ГУЛАГ прошло больше 20 миллионов людей и чуть ли не 10% погибло, и так далее, если еще попробовать представить себе каждого из них, тех, кого расстреливали в последнюю минуту, или вот таких героев, как в романе, как они жили, вынуждены были жить, страдать и прочее, ведь это вот совершенно колоссальная совокупная боль, пережитая людьми, не просто людьми, нашими соотечественниками, вот нам как-то надо попробовать ее прочувствовать, понять, и это будет серьезным лекарством на будущее, по-моему, ну, причем этот разговор, ведь он только начинается, потому что многие вещи своими именами, вот мне может быть что-то хочется сказать, но я просто не могу, потому что поднимется бунт, что как-то смеешь так говорить, еще что-то такое, ай, людей возили в скотских вагонах, вот просто на эту тему задумываю, людей возили в скотских вагонах для скота, но стреляли в голову, это может быть и неплохо, человек быстро погибал, но просто я имею отношение к людям, поэтому это вот, это какое-то такое приглашение, совершенно мой роман никакая не точка в этой теме, это начало разговора может быть, может быть, это начало не всего, их, романов много на эту тему, но я попытался максимально серьезно к ней подойти и по-честному прожить жизнь тех людей, вот, и, мне кажется, наша задача попытаться эту боль почувствовать, всю ее глубину, все несчастье палачей, кстати говоря, потому что там есть хорошая фраза Аси, которая говорит, что, как она говорит, ну, в общем, она, ну, ладно, я не хочу, так сказать, говорить, ну, вот, вот, примерно понятно, да, примерно понятно, причем, в первом варианте, я просто хотел сказать, в первом варианте, у меня Ася прощала Сталина, и когда мои друзья, первые шесть человек, которые, значит, прочитали роман, прочитали, они просто все по этому поводу, они дико возмутились, они говорили, как простить зверя и так далее, но, не простив, мы не поймем ничего, вот, чем дело, да, вот, тема прощения, это как раз, тема, которая, как-то, тоже, как-то поднимается в романе, которые, как-то, возвращается, и просить может человек, который любит, здесь, тема любви, не случайно, скажем, олицетворяется, двух прекрасных, женских образов, Ася, который, вы же, вспомни, это жена, Горчакова, и Николь, это француженка, но, во-первых, интересно, вы выбрали, вот это, довольно странно, но, конечно, понятно, что были какие-то иностранцы, в лагерях, очень немало, очень немало, а вы, как-то специально выбрали образ, такой францужик, как, не знаю, как образа, незавидно, то есть, человек, который может не быть, привык, не привыкать, козлу, да, то есть, совершенно, совершенно другой взгляд, то, что кажется, Белову, ну, нормально, ну, да, стрелять, читать, вот этот девяник, ее подруга, ну, да, ее, и снасиловать, ее, ну, так бывает, так бывает, она не может примириться, я так и знал, что ты ничего не поймешь, говорит, да, 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 и вы можете немножко объяснить вот эту, почему вы так выбрали этот образ, почему француженка, да, что значит для вас, в романе для вас этот образ, ну, те, кто прочитали, да, ну, в общем, всем нравится то, что Николь, какая она есть и все, дураки думают, что я выбрал француженку, потому что лучше, чтобы издаваться во Франции, но я долго думал, поначалу, я сейчас разрушаю материал романа, но поначалу, Николь была прибалтийкой, что, в общем, более-менее естественно, потому что их там было очень много, среди них встречаются очень красивые женщины, Белов вполне мог в нее влюбиться, и уже была написана первая встреча, и прочее, прочее, но у меня было внутреннее недовольство, и я понимал, почему, потому что для русского сознания прибалтийские женщины неразличимы, мы не отличаем, литовских женщин, от латышек, да, ну там, да и, наверное, и от эстонок тоже, там почему-то, вот мы считаем, что они, вот, а разница есть, и большая, вот мы тут были в прошлом, или позапрошлом году в Риге, я внимательно к ним присматривался, роман уже был написан, и увидел, что они интересны, но я их не знаю, и поэтому она была бы условно, ну там, например, латышкой, условно латышкой, и это была бы такая вот вещь, и я по этому поводу как-то переживал, и везде присматривался, вот, ну естественно, что встречи, то, что иностранцев было в лагерях немало, это известно, и они постоянно это все встречаются, ну они просто еще и в глаза больше бросаются, потому что понятно, что все-таки в лагерях, в лагерях больше всего было русских, наверное, и там украинцев и прочее, вот, я искал, думаю, как-то вот что-то, наверное, наверное, что-то должно быть другое, что ли, а как раз повезло, потому что роман уже писался, но в этой части ее не было, да, они долго потом, надолго расстались, да, вот, и мы были во Франции на презентации книги, искушение, по-моему, и, а я все внимательно изучал женщин, которые ходят вокруг, жена моя меня дергала за пиджак, а я, значит, прямо вот, она говорит, ну что ты так на нее смотришь, она уже три раза обернулась, вот, но я во Франции как-то вот начал чувствовать, что что-то, что-то возле дела, и однажды мы сидели и ужинали с PR-менеджером издательства Бельфон, и она не молодая, и я как-то вдруг взял и омолодил ее, красивая женщина, и омолодил ее и представил ее, ну, там, 30 лет назад, и у меня просто вот руки затрястись, потому что я понял, что, конечно, француженка, конечно, потому что, во-первых, французские женщины, вот не итальянка, потому что я все-таки итальянцев знаю, и благодаря своей жене, да, вот, то есть итальянская женщина, это другая женщина, хотя все женщины крепче мужчин, по-моему, с моей точки зрения, внутренне, у меня такое ощущение, вот, но француженки известны своей независимостью, свободолюбием, обаянием, и так далее, и так далее, вот, и, я, когда я начал работать и переделывать из латышки, значит, во француженку, то я понял, что я совершенно на правильном пути, потому что впереди у меня Сан Саныч, с одними взглядами на жизнь, а Николь совсем с другими взглядами на жизнь, а при этом между ними любовь, что немножко осложняло дело, но, может быть, дело, может быть, это интереснее даже было, потому что первая встреча, например, очень сложная, я там переписывал шесть раз, потому что люди с разными взглядами, на все с разными взглядами, с разным совершенно жизненным опытом, одна, значит, ссыльная, уже много лет, вообще не пойми за что и почему, поменявшая язык, ну, то есть, да, а другой, у другого все очень хорошо, просто все прекрасно, все хорошо, и причем по-честному все хорошо, он трудяга, он умный, он талантливый капитан, он орден на груди у него задел, и так далее, и это такое сочетание было очень интересное, на самом деле, которое давало, как бы, не одинаковые, если бы они были другие, то они все время столкновение давало бы одинаковый результат, а они разные, и поэтому сцены с ними всегда очень живые, как мне кажется, вот, ну, и потом они, они, конечно, очень разные, и это тоже важно. И есть еще другая пара, Горчаков и Ася, и здесь он вот старый заключенный, старый зэк, и же, который просто думает о семье, и наилучшее, что он думает, что может делать, это просто, чтобы они забыли о нем, потому что какой же я муж, какой же я могу быть отцом для своих детей, да, и эта женщина, которая живет просто в диалоге, можно сказать, с мужем, несмотря на то, что многие годы они как-то далеко друг от друга, и это интересно, как вы соприкасаете Горчакова и Белова, у них есть разные беседы, и вы постоянно говорите, что они не могут найти, но как-то не получается разговор между ними, и есть что-то общего между ними, потому что обе как-то вначале были переполнен энтузиазмом, Горчаков это человек, который геодезист, геолог, который очень много сделал, очень много открытий, именно за родину, за старые и так далее, и потом получил, и Белов тоже получает все-таки как-то, а почему так не связывается как-то разговор между ними, почему, в чем они разные? Вот мой друг Миша Переславец, скульптор, очень известный российский скульптор, он, когда прочитал роман, сделал мне одно очень серьезное замечание, он говорил, нельзя говорить про людей зэк, я говорю, ну они там наверное сами друг с другом, он говорит, нет, нет, ну этого не надо делать, и я все потихонечку, сначала я его спротивился, а потом все потихонечку, потихонечку убрал, более того, я наблюдал за речью моего Александра Альберта Чесновского, это человек, который сидел в лагере, он тоже не употребляет слово зэк, хотя иногда употребляет, но редко, он употребляет или лагерник, лагерник или заключенный, в общем я все это поменял, потому что, вот, забыл вопрос, а, Белов, но отношение Белова-Горчакова, вы знаете, между ними общего вот что, они оба хорошие люди, просто оба хорошие люди, но судьба одного сложилась так, а судьба другого сложилась так, ведь на самом деле, Горчаков был точно такой же энтузиаст, как и Белов в начале своей деятельности, ни за какого Сталина, он конечно не открывал свое место с рождения, а ради новой власти, какого-то светлого, такого вот красивого будущего России, во что ни, это абсолютная реальность, на самом деле, очень многие интеллигенты пошли в революцию ради работы, и так далее, они считали, что все это, вся эта кровь, она схлынет, пройдет, вот, все придут в себя, и все будет строиться хорошо, и прекрасно, и так далее, вот, поэтому они оба хорошие люди, и это обстоятельство тянет их друг к другу, он и рояль отложил, он и рояль отложил, есть в романе, да, потому что у прообраза так и есть, потому что он поступил на мехмат МГУ, вы понимаете, насколько это серьезная штука, это очень серьезное, серьезное знание, и так далее, то есть поступить на мехмат МГУ, это очень серьезно, но так он бросил мехмат, и поступил в горную академию, ради того, чтобы поскорее для молодой республики, добыть ее, и металл, и так далее, поэтому они, Горчаков в начале своей жизни, в начале своей деятельности был такой же совершенно, как и Сан Саныч, но жизнь его перекрутила вовремя, и ведь Горчаков у меня не какой-то такой всезнайка, который все понимает про жизнь, нет такого, что вот он такой умник, который все понимает, дает правильные советы, он очень изуродован жизнью, изувечен жизнью, и даже от его интеллигентности, ну осталась любовь к музыке, которую он слушает, любит слушать, и вспоминает игру там Рихтера, или кого-то там Шостаковича и прочее, но по радио, да, но, например, книжки серьезные, он уже не читает, он читает приключенческие какие-то книжки, еще что-то, и психологически это понятно, потому что когда ты вот все время живешь вот такой жизнью, почти, ну, почти растительной, ну, по крайней мере, не свободной, но все-таки я его сделал полусвободным, потому что если бы он уж совсем в лагере был бы, то в лагере, это тут уж Шаламов сто процентов прав, лагерный опыт не никому не нужен, он никогда не может быть положительным, ну, конечно, надо быть идиотом, чтобы такое заявить, вот. Момент, когда Горчаков, скажем, открывается, типа, как возвращается в жизнь, это когда они едут на экспедицию, и он как-то возвращается в природу, и здесь просто я хотела тоже вас просить, там природа занимает очень большое место, природа, вот эти тундра, Енисей, это местные люди, местные, как-то цивилизации, народы, которые, и, мне кажется, что в романе это имеет какой-то символическое смысл, то есть это не просто, ну, как-то, ну, надо кушать, поэтому надо охотиться, надо рыбалку заниматься, и потом не было сложно, я вам говорила раньше, что когда есть вот эти части, я, ну, как-то мне сложно, и понимаю, что как богатый язык, как детально, как, это целая культура, целая, поэтому хотелось бы понять, почему и какой смысл имеет, такое место выделено, это эти. Ну, я специально не, как бы специально никакого символического смысла природе не придавал. В отдельных местах иногда бывает, как бы, ну, например, ситуации, когда они, полярный, пароход полярный встречает лосиху с лосенком, и собирается, значит, добыть одно из животных, и белов не стреляет, это, ну, это момент, который просто показывает его психологическое состояние после того, как он расстался с Николь, такое, ну, состояние нерешительности, непонимания того, что происходит, и, в общем, но, вот, чтобы символы какие-то, я закладывал там Енисей или еще что-то, этого нет. Енисей сам такой, естественно, мощный, даже страшноватый, но это такая особенная река, это, знаете, как там купается, пляж, люди заходят в одном месте, течением их несет, и они выходят в другом месте, ну, просто потому что, так как на Волге, плавать невозможно, вот, это очень мощный река, там, например, Бакены на Енисее, они все лежат на боку, потому что очень сильное течение, или, например, там, корабль идет из Красноярска в Дудинку, это там 2000 километров, по-моему, всего трое суток, 2000 километров, по-моему, да, вот, это мощная река, такая она особенная, я вот там несколько раз подходил к ее описанию, к описанию ее характера, она действительно немножко такая, как-то она безразлична к человеку, как-то, она настолько мощная, могучая, что ей вот эти все наши суета, она так-то неинтересна, вот, поэтому, но при этом он когда-то бывает красив, вот, там, во время шторма, например, ну, слушайте, я просто вот, это же задник, да, то есть, вот что-то происходит с людьми, они там что-то делают, а задний план Енисей, а, задний план это Енисей, и я, ну, я, естественно, его рисую, как я его вижу, вот, поэтому никакого специального символического значения нет, там кто-то на второй или на третьей странице, там два орла ловят зайца на льдине, такая сцена, ну, просто я такую сцену когда-то наблюдал, и она мне пришла в голову, потому что я увидел большую скользину проплывающую мимо, и вот она как-то оживила кадр, и все, больше ничего, никакого смысла я туда не закладывал, вот, ну, все в жизни, наверное, символично как-то, или нет, ну, не знаю, но все-таки это просто описание другой культуры, другой России, можно сказать, другой страны. Это, конечно, это да, это обязательно, потому что, ну, там совсем другая жизнь, это в этом смысле было очень трудно писать, потому что и климатически, и по времени, это действительно совсем другой мир, потому что, там, ну, например, полярная ночь, которая длится несколько там месяцев в Норильске, в Дудинке, ну, по крайней мере, месяца полтора, месяца полтора не всходит солнце, нам трудно это представить, или, или, например, летний день, который длится там три месяца, и когда солнце не заходит, совсем, тоже интересно, вот, и, а у меня в разных частях еще Енисеи происходит действие, я все время сверялся, у меня человек выходит из барака, например, из лагерного, и мне интересно, что он сейчас видит, сейчас вот, например, 7 часов утра, например, март месяц, там, что-то такое, сейчас что, уже рассвет, или, или еще ночь, ну, и для разных пунктов, благо, спасибо интернету, сегодня это несложно, для разных пунктов, это разное, а для меня это было важно, потому что человек просыпается, там, вот, выходит, и что он видит, ночь, или, там, какую-то погоду, особенно, и так далее. Вы там пребывали, да, то есть, вы, не только через интернет, нет, нет, я там, я, я сам видел ледоход, в дудинке, колоссальное зрелище, огромный лед, там, не знаю, под полтора метра, наверное, это страшная, такая историк, лед идет по Енисею, поднимается вода, поднимается вода, и речка, которая впадает в Енисей, начинает течь в обратную сторону, вверх начинает течь, и по ней вверх идет лед с Енисея, это колоссальные какие-то такие, да, зрелища, да, нет, ну, я там был, конечно, в разное время был, я специально ездил, и в Ермаково был, несколько раз, и с речниками плавал, чтобы изучать их речь, и быт, повадки, байки, шутки, и так далее, нет, это... Есть именно вопрос на Фейсбуке, ну, вы уже ответили, сейчас Алексей Буко спрашивает, были ли вы на заброшенной трансполярной магистрали, если так, что это изменило ваше мировоззрение? Ну, я был, конечно, да, я был на магистрали, но вот опять хочу вспомнить моего друга, скульптора Михаила Переславца. Я до этого уже был в Ермаково, естественно, по Енисею я на лодке, проплывал от Красноярска до Дудинки, в общем, довольно хорошо знал те места, тайгу и тундру, и в тундре охотился много раз, и прочее. И, в общем-то, нужды ехать еще раз в те края особенно не было. И вот как-то мы с Мишей сидели и разговаривали на эту тему, и я... А туда сложно попасть очень, потому что... Вот я вам расскажу, как мы туда попали в результате с сыном. Мы отправили в Норильск карго, лодку, мотор, большие лодки, такой зодиак, большой, пятиметровый, мотор лодочный, все снаряжение и прочее. Там это все получили, привезли на берег Енисея в Дудинку, там накачали лодку, повесили мотор, все, и после этого мы сделали маршрут с сыном вдвоем, забыл уже, по-моему, где-то 1300-1400, да, вот какое-то такое расстояние, 1380 километров, как сейчас помню. Сделали маршрут такой круговой, а иначе туда не попасть, так, чтобы остановиться, посмотреть и прочее, не попасть. И вот я сижу, мы с Мишей, значит, выпиваем по рюмочке, и я говорю, слушай, как-то вот ехать, это целая история, это надо почти месяц времени, и Енисея река непростая и прочее, а он говорит, если есть возможность, надо ехать на место действия, там возникает волнение. Вот это были его абсолютные слова, он в искусстве понимает. И я как-то вот, сразу у меня исчезло все сомнения. Я спросил сына, не составит ли он мне компанию, потому что одному ехать было тяжеловато, все-таки река Енисея, это серьезная река. Вот. И он согласился, надо дать ему должное, в августе месяце, 20-летний парнишка, которому хочется отдохнуть от университета и так далее, он поехал со мной. И это было довольно сложное путешествие, потому что 11 августа мы сходили с трапа самолета в Норильске, шел снег. Причем не просто шел, он не падал, он летел вот так вот, потому что был сильный ветер. И когда мы качали нашу лодку в Дудинке, мы попросили от таксиста, который нас привез, ну, от такого большого такси, мы попросили его от мотора накачать, значит, лодка большая. Вот. Это все на берегу Енисея происходит. Он открыл дверцу, спрятался за этой дверцей, мы качаем лодку, там, складываем вещи заранее приготовленные, упакованные. Он такой стоит, таксист, за дверцей спрятался, дует очень сильный ветер, и Енисей просто там с ума сходит. Валы идут страшные, все корабли стоят на якорях. Он стоит и говорит, слушайте, вы что, сейчас поплывете, что ли? Да. А мы поплыли. Причем нам, конечно, не очень повезло, потому что у меня было все, все герметизировано, все вещи были хорошо упакованы, кроме кофра с аппаратурой. И в первые 20 минут залило кофр, погиб фотоаппарат, видеокамера и прочее, прочее. Ну, для письма это не важно, на самом деле, потому что важнее личные впечатления. Фотография никогда не помогает работе, может быть, даже мешает. Вот. И мы поплыли с ним. Ну, я это пишу в послесловии, да, наверное, когда в первый вечер мы остановились. А нам надо было плыть, потому что у нас была уже затеяна встреча, нас ждали в музее выгарки через два дня. Это 500 километров, надо было проплыть. И мы, значит, проплыли в первый вечер немного, километров 20 всего. Ну, просто очень сильный шторм был. Мы остановились, там кое-как поставили палатку, тент, зажгли костер, который горел параллельно земле. Ну, сварили картошку, тушенку. И ветер был такой силы, что тушенку из ложки выдувал. То есть двумя руками одну прикрываешь, другой ешь. Вот такая была история. И нам, конечно, очень не повезло, потому что из 18 дней, мы 14 дней была плохая погода. Дождь, шторм, иногда сильный, иногда послабее. В общем, вот как-то так. А когда ходили на трассу, вот я отвечаю на этот вопрос. Мы трассу видели в двух местах. Значит, в Ермакова. Мы по ней прошли примерно километров 6, наверное. И паровозы стоят в тайге, там все как положено. Мы дошли до ближайшего лагеря. Он очень хорошо сохранился. А потом мы пошли вверх по течению реки Турухан, вдоль которого шла эта железная дорога. Но там рельсы были сняты, сняты и вывезены в Норильск. Непонятно, зачем они там. Часто старые были. Может быть, часть их использовали для норильской вот этой вот железной дороги. Но, может быть, для переплавки скорее. Потому что это очень большое. Я не помню, там я пишу об этом. Но это 80 тонн, что ли, рельсы весят на километр. Правильно? Я не помню. Ну, какое-то большое количество железа в километре железной дороги. Очень большое. И это вывезли оттуда. С Турухана вывезли. Так что я был там, видел, как это на меня повлияло. Ну, конечно, повлияло как-то. Когда ты сидишь на нарах, на реальных. Там какие-то мелкие предметы мы пособирали. Ну, мы там целый день были. Целый день провели в лагере, карцер. Все очень хорошо сохранилось. Но там долгая зима, поэтому, собственно, там особо ничего не гниет. Если крыша цела, то здание обычно хорошо стоит. У меня еще последний вопрос, можно сказать, подытоживая все. То есть для вас в этом романе это главное, это как-то документальная часть или все-таки это истории вот этих людей, которые... Роман. В смысле... Вы знаете, вот тут я боюсь, что не знаю, как ответить, потому что там есть действительно документальная часть. Для меня это важно было, потому что если есть документы, почему не следовать им? И я часто многие документы привожу. И там у меня, например, какие-то... В те же времена было очень много собраний всяких разных. И вот у меня несколько собраний там происходит, и на этих собраниях зачитываются доклады. Это совершенно реальные доклады. Ну, естественно, я их там сокращал, немножко, потому что чтобы не было скучно. Вот. Но плюс я старался быть документально точным. Это довольно трудно, потому что документация гулаговская, НКВДшная, это дело отдельное. И в музее гулага создана как интерактивная карта. Ну, это технический вопрос. Ну, какая-то колоссальная работа совершенно проделана ребятами. Но быть документально точным в то время, это было довольно сложно. Но везде, где можно было, я был документально точным. Ну, а где-то, где можно было позволить себе фантазировать, то я, конечно, это делал, потому что понятно, что боюсь расстроить читателей, но героев этих на белом свете все-таки не было. Вот. Так что это для меня какая-то... Ну, я не очень понимаю, а исторический роман, когда пишешь, ты же восстанавливаешь ту эпоху с помощью документов, если это возможно. Поэтому он же должен быть достоверным с точки зрения правильности распределения событий, логики, мотивации и прочего-прочего. Да. С другой стороны, ну, я героев помещаю вот в эту среду, и они в ней действуют. Но там много интересного открылось. Например, когда Сан Саныч хочет развестись, я стал изучать документы на эту тему того времени, вдруг выяснилось, что развестись-то было очень непросто. То есть, например, измена супруга не являлась поводом для развода. Просто совершенно... То есть точно никто бы тебя не развел. Вот. Ну и так далее. Ну, там много чего. я писал не торопясь, получал удовольствие от изучения эпохи. Ну, а потом такой роман, конечно, все-таки достаточно драматичный, и... Ну, как-то надо было иногда отдыхать от... А сколько времени вы писали этот роман? Знаете, я писал, вот, если быть... 7 лет, потому что начал в 2013 году. Но у меня там был перерыв. Был перерыв, и, кстати, хорошо, что он был. Вот. Ну, то есть, я думаю, что в целом получилось 6 лет, из которых я 2 года его правил. то есть 4 года писал и 2 года правил. Вот так. Спасибо. Ну, среди публики есть и читатели, есть и критики, тоже литературные. Может быть, кто-то хочет или выступать, или задавать вопросы. Я только вам микрофон дам. Да, спасибо. Значит, ну, Витя не прибедняется, а просто он достойный человек, он не говорит, сколько он изучил и как он изучил. Дело в том, что, видимо, настало время какого-то второго осмысления. Мы все не были в ВУЛАГе и слава Богу, естественно. Но мы все были ушиблены, конечно, и мы все жили с Солженицыным под подушкой или в тайне переданную рукописью книжкой на папиросной бумаге. Кто-то раньше, кто-то позже, но тем не менее. Отношение к Александру Александру Александровичу это другая история. Он вот для меня, например, такой человек, то половину из мрамора, а половину из мяса и костей. Вот. И мрамор я уважаю, а мясо и кости у меня есть вопросы. Вот. А, скажем, вот человек Шаламов для меня непревзойденный просто духовный герой и великий писатель. И когда здесь упоминали творчество Шаламова, я согласен с Любой, безусловно, тем более, что сейчас недавно одна австралийская русская исследовательница замечательно написала книжку про поэтику Шаламова. И совершенно понятно становится, что Шаламов создавал новую прозу, которую мы вот сейчас только прочувствовали и поняли, исключительно отдельные личности. Вот. Пока. И, конечно, он писал такой бесконечный роман, один. Потому что перескоки, связи, повторы, одни и те же герои и так далее, и так далее, это все было задумано, продумано, построено, и вся проза Шаламова абсолютно документально прожита и придумана вместе с тем. Подсмотрена и придумана. Она построена. И вот Витя пошел ровно по этому пути. И в этом, мне кажется, главная победа романа, потому что только что был Прилепинский роман «Обитель». Вслед за ним выскочил роман Гюзельяхин про тоже Колыму. Ну, можно как-то подтянуть к этому такой попытку вскочить в вагон славы Водолазкинский роман про замороженного на Колыне. И выясняется, что люди, которые чуть помоложе нас с Виктором, люди, которые захватили Советский Союз не так серьезно и помнят не так много, они реагируют по-другому. Для них разговоры о Колыне для этих писателей это Голливуд. Это невозможная совершенно любовь зэка и надзирательницы. Какие-то значит романтические побеги и возвращения на Баркасе. Значит очень технически хорошо написанная история причастия в Секирке. но я не знаю доходил ли Прилепин до Секирского холма а я там работал. Я помню вообще что это такое и помню ощущение то что Витя говорит. Вот в этих романах во всех нет ощущения. Нет есть действия есть драйв есть официально признанный власть разрешение ругать Сталина. Есть посыл есть у Прилепина совершенно подлый такой выпад о том что советская власть не карает а исправляет поначалу. Вот я сам снимал потом в салате сгорел в барак вылезла сначала в углу как правая а такая шрифт и вылезла и на салат не карает а исправляет на меня тут же стукнули значит куму который там у Славков был но в то время это ничего не значило мы уже ничего этого не боялись и фотография сохранилась у людей которые ведут летопись Соловков так вот если человек берется за осмысление такой темы болезненной для страны и очень важной для страны он не имеет права играть в в Голливуд казалось бы мне но оказывается что это невероятно востребовано значит убедительная тиражная история этих двух романов свидетельствует ровно о том что с одной стороны очень выгодно спустить на как плотик по реке так чтобы проплыло и уплыло а с другой стороны ну вот мы так к этому и относимся при том что ни настоящего покаяния не произошло в стране только личное очень многих но но не не церковное не государственное и так далее и вот Я думаю, что этой книжке еще много будет суждено подвергаться всяким разборам и раздумиям, потому что то, что задумано, это одно, а то, что получилось, это другое. И каждый найдет или вытащит, или подумает, или переживет, сопереживет и так далее с текстом. Все это впереди. Сейчас мне кажется, что очень важно об этой книге говорить, ширить ее, потому что она легко читается, она обладает теми же качествами шоколадной конфеты на ночь, как и, например, Прилепинская или Яхинская женская проза, страдательная. Ведь Гюзель Яхина договорилась до того, что главное событие для ее героини в ГУЛАГе, что она вынесла из ГУЛАГа? Мужа, хорошего мужа. Это чисто женский роман. Женский роман победителен, мы понимаем. Но вот вечная мерзлота, она думать заставляет, сопереживать. Она написана совершенно религиозным человеком, при том, что никакого такого религиозного контекста нет. Я имею в виду, что никакого пророчества, никакого учительства в ней нет. Вот. Я лично был против того, чтобы Ася Сталина простила тоже, потому что я в это не верю. Вот. И я не считаю, что есть герои истории, которых стоит прощать. Вот. Это не наше дело. Но человек имеет право прощать кого угодно, это понятно. Вот. И может быть, даже, если бы это было, может быть, кто-то, читающий, бы на этом споткнулся и долго думал. Я прошу прощения, там она не то, чтобы его прощала, она как сама опустившаяся на или поднявшаяся до высот большого несчастья, она поняла, вот в момент этого траура и прощения, она, думая о нем много, она поняла, насколько же несчастен он. Она до глубин его несчастья поднялась. То есть, ну, представь себе, когда ты понимаешь, что человек глубоко, глубочайше несчастье. Ну, да, нет, может быть, несчастлив только, когда у него болит зуб. Вот. Это я вынес из своей жизни. Вот. Потому что я читал эти книжки и думал о том, что прожила страна и люди в стране. Вот. Во всяком случае, я хочу сказать, что Лев Николаевич Толстой, когда замыслил роман «Декабриста», который превратился в войну и мир, вот, был приблизительно на таком же отстоянии, как Виктор Лемезов от ГУЛАГа. И в этом есть что-то, потому что поколение прошло, причем поколение, которое ушиблено ГУЛАГом, но рикошетом, тяжелым рикошетом, но рикошетом, а не прямым попаданием. Вот. И сегодня, сейчас, мне кажется, это одна из самых актуальных тем и проблем, наряду с тем, как, опять же, в литературе очень сервильно начинают хвалить советскую власть. Вот. Потому что, якобы, в советское время все было замечательно. Это не так. Вот. И это не так просто. И это неоднозначно. Поэтому вот такие романы, как «Вечная мерзлота», непростые романы, мне кажутся победительными. Спасибо. Да, пожалуйста. Спасибо. 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 Что касается Солженицына, как ни удивительно, я совершенно не думала об архипелаге ГУЛАГ. Честь, которую я отдаю, я думала о романе «В круге первом». И этот роман был для меня некоторой такой художественной предпосылкой, что ли, или предысторией. Вот такое было мое ощущение. И мне бы хотелось сказать о том, что роман этот своевременен именно потому, что тот и временной, и хронологический, и по набору событий, которые отделяет время писателя и время, о котором он пишет, дает возможность объективного взгляда. Вот такого честного, беспристрастного, нераненного собственным участием в этой страшной истории взгляда, который, собственно говоря, и показывает, что самое страшное во всей этой истории было, с моей точки зрения. Самое страшное было то невероятное унижение, которому подвергался человек. И мы это очень отчетливо видим на истории Белова и очень скользко видим на истории Горчакова. Потому что он сам только вспоминает. Ведь помните, по-моему, в разговоре с Фросей, когда он говорит «однажды за меня убили человека» или с кем-то. Мы не видим тех унижений, которым он подвергался. Мы встречаемся с Горчаковым, когда он уже очень опытный лагерник. Он, собственно, практически лишенный, но почти неуязвимый. Он абсолютно закрыт для боли, которая вызывает чувства. И абсолютно обнаженный Белов, для которого самое страшное то, что… Помните, он когда встречается с кем-то из своих, он говорит «что со мной делали?» «Самое страшное – это то, когда на меня направили струю». И вот это момент получения справки об освобождении. И все, это то, что отмечали некоторые ваши читатели. Как же так? И все? Человек растоптан. И самое… Для меня тоже, как и для Петра, было очень важно, что там нет никакого религиозного контекста и всезнающего… Там вообще, мне кажется, там есть один всезнающий герой – это Романов. Только когда дело не касается Мишки, сына его. А так Романов знает все. Он знает, когда можно убить, и он знает, за что можно спасти. И это знание делает его, эту фигуру удивительной, убедительной. И такой очень важный. И недаром он становится тем самым связующим звеном, который восстанавливает какие-то отношения между Асей и Горчаковым. Казалось бы, утраченные совсем. И только Романов – вот этот удивительный человек, который тоже поднялся до высот невероятного несчастья. То есть то, что он пережил, трудно себе даже представить. И продолжает переживать. И именно он может связать двух этих удивительных людей. И для меня в осмыслении Романа как раз, наверное, было очень важным. Мое собственное понимание того, что спасительной историей, спасительным якорем, спасительным таким вот средством для этих людей, переживших невероятное, становится только одно – только любовь. Это единственное, что может… И что удивительно, любовь делает женщин необыкновенно сильными и мужчин необыкновенно слабыми. Потому что… Ведь Горчаков, он очень сильный вначале. А когда он встречается с Асей, он перестает быть сильным. Он становится слабым, он оживает, он волнуется, он тревожится, он беспокоится. Он сочувствует. Мы этого не видим на протяжении всего Романа до того момента, как он не встретится опять с Асей. И вот это вот развитие характера, мне кажется, наиболее… Ну вот это то, что заставляет меня в Роман поверить. Это то, что для меня делает этот Роман, ну вот таким, который я могу сравнить с Романом «Война и мир». Это мое искреннее такое ощущение. А я не могу не спросить. Виктор, скажите, пожалуйста, а это правда? Это такое осознанное было движение, да? От силы к слабости в Горчакове. И вот такая… Потому что Ася, она ведь, ну, меняется. Это совершенно другой человек, да? Который выехал из Москвы и приехал. Это два разных человека. Еще одна художественная аналогия, которую я хотела сказать. Это аналогия… Помните, наверное, что сказала, написала, да? Великая Аюдина Сталину в ответ на его премию. Я буду молиться за вас, Иосиф Астрионович, и раздам вашу премию по храмам, чтобы все молились за вашу душу. И мне кажется, что вот это такое… Ну вот это чувство Аси, она, мне кажется, понимает, что за него надо молиться. Да, да. Да? Спасибо. Спасибо. Спасибо за Роман большое. Спасибо. Ну, я, кстати, я с вами абсолютно согласен, что так и есть. Но я сам этого не видел. Я сам вот этой перемены в Горчакове не видел, но она естественная, потому что я повторяю, что я жил его жизнью. И встреча с… Мы тут все рассказываем, уже все содержание. Ну вот. И эта встреча, она ведь на самом деле невероятно, невероятно трагическая, тяжелая вообще к написанию, потому что два человека, встречаются два человека в таком разном состоянии, при том, что одна-то рвалась к нему, но жизнь повернулась так, что она этой встречи не понимает. Она рада, не рада. И то, ради чего она ехала, это не осуществляется. Ну и так далее. Вот. Ну, это вот хороший литературный критик, Валерия Феликсовна, она многолетний преподаватель литературы и русского языка. Вот. Поэтому она очень начитанный человек. Вот хороший критик, он видит и называет вещи, которых, который ты сам, в общем, с этим только можно согласиться или нет. Бывают какие-то глупости, говорят, а бывает, что очень умные вещи. И вот Троднянская очень хорошая написала такую, ну, пока это только реплика, но довольно большая, тоже с какими-то глубокими и очень интересными мыслями. Так что спасибо вам за подсказку. Это правда. Вот это действительно правда. Она становится крепче, а он становится слабее. Да. Ну, понятно, почему и так далее. Это очень трудно было, потому что, ну, потому что человек не может в раз вдруг поменять шкуру. Более того, ну, конечно, он за них переживает. И, то есть, он тут притерся, и ему, в общем-то, особо болеть не за кого, потому что смерть для него не самый плохой выход. А вдруг приезжают родные люди. А он уже забыл, что такое родные люди. Ну, это там сложная вся история. Она не в раздается. Роман длинный, я неторопливо все это дело расписывал. Вот. Так что спасибо, очень приятно. На самом деле, вот, когда была встреча в школе в Рождествено, там были очень тонкие и глубокие совершенно соображения, люди высказывали. Вообще, атмосфера была чудесная, правда? Да, да, была чудесная атмосфера. Какие-то мы все были, сидели с одинаковыми лицами, потому что там было много людей, но все прочитали. И такое ощущение было, что нам достаточно было просто сидеть и смотреть друг на друга, и не надо было ни о чем говорить. Да. Я хвастаюсь. Как только что сказали, да, использовать эту ситуацию как, ну, этот контекст, даже исторический, просто как игра. Вы говорите в том, что вы рассказываете в разных интервью о вашей любви к этой земле, о самом такой интересный, счастливый год, который вы там прожили в ангарской тайге. Да, в тайге, да, ну да. Вот любовь, это то, что позволяет не скатиться просто вот в такой игровой атмосферу? Ну, понимаете, какая штука. Я не знаю, какой надо обладать нравственностью, чтобы на эту тему играться. Ну, я же писал о драматической, трагической части жизни людей. И я к ним относился абсолютно как к живым героям. И когда у меня там не было силы работать, еще что-то, мне просто было неудобно перед ними, как перед живыми людьми, перед которыми у меня уже была ответственность и прочее, прочее. Поэтому, ну, какая тут может быть игра? Какие-то части романа, кстати, могли бы быть, может быть, и поживее, но вот не могли они быть поживее. Значит, вот там, например, Сан Саныч долго ищет своих. Долго. Можно было сократить и быстрее там, да, читателю же интересно. Но нет. И это тяжелое, вязкое состояние души его, когда он и не понимает, что с ним произошло, и почему это произошло, и кто в этом виноват. А с другой стороны ищет своих и тоже не понимает, найдет, не найдет. И ему не на что опереться, потому что он, в общем, как был бесправный, так и, ну, в общем, там, какая тут может быть игра? Нет, я тут... Понимаете, ведь вот я вам скажу одну вещь. Александр Альберт Чесновский, Царство ему Небесное, он, когда мы с ним начали сотрудничество, он сначала не очень хотел там, так, со мной, он мне сказал одну вещь. Он говорит, Виктор, я вас прошу, не придумывайте ничего, напишите, как было. То есть, вот этого достаточно. И это правда достаточно, потому что разве без всякой игры то, что написано, это неинтересно? Да, это немножко, может быть, где-то тяжеловато и прочее, но многие говорят, что невозможно оторваться. Есть человек, который прочитал книжку не отрываясь, то есть он только прерывался на еду, на чай, и серьезно, есть такой человек. А есть человек, который прочитал за две ночи и так далее. Ну, при том, что, ну, нет там никакой игры, нет никакой нарочитости, там кто-то говорит, что есть травелок в начале, та же Роднянская об этом пишет, но это достаточно естественно, потому что вот Кирилл Анкудинов, такой критик тоже есть очень, он мне написал, ну, так очень хорошо, и он тоже пишет, что вот о том, почему этот травелок речной такой в начале, ну, потому что мне, на самом деле, конечно, надо было познакомить читателя с местами, в которых будет происходить все действие, вот, и это очень естественно произошло, потому что, ну, да, вот, капитан, буксир работает в низовьях Енисея, мы видим такие картинки, такие картинки, такие, это все соответствует жизни, и тут, в общем, никакой выдумки, и никаких специальных приключений там, по-моему, у меня все-таки нет. Совершенно, да? Пошел такой откровенный разговор, я хочу сказать, что, поскольку я свидетельствовал, значит, и сосуществовал рядом, видите, мы часто перезваниваемся, и он очень переживает за все с собой сделанное, значит, я замечал, как разворачивались его отношения с читателями, причем с читателями не просто читателями, а, там, скажем, директорами мемориала на месте, там, красноярскими, и прочее, прочее. И поражало меня то, что, ну, делали замечания, конечно, какие-то мелкие, значит, но в целом, я вот, когда въехал в книжку и начал ее читать, я уже из нее выехал в самом конце, потому что я понял, что я в ней живу. И я потом думал, почему я в ней живу, а ровно потому, что она абсолютно достоверно написана, кроме всего прочего, там, если гвоздь будет пятого размера, то шестого не вобью. И так далее. Вот. И очень смешно было, значит, когда Витя переживал, что ему воткнули насчет того, что там, я сейчас не помню, погоны НКВД или что-то в этом роде, и он доказал сотруднику мемориала, который собаку съел и только этим занимается, что на самом деле, я же цитирую документы, по документу это построил. В общем, суть в том, что, ведь лучше расскажешь, что очень часто менялись ведомства, то МВД, то МГБ, то НКВД, то такая-то служба, то всякая-то. И вот в этот, условно говоря, март, февраль, апрель это курировала такая. Поэтому погоны должны были быть зелеными, а не синими, или синими, а не зелеными. И вот это самое важное на самом деле в романе, когда прочитанное, изученное переплавляется в родное. Спасибо. Я могу пояснить эту историю. Она произошла с совершенно замечательным человеком. Алексей Бабий, такой руководитель Красноярского мемориала, потрясающий человек, который действительно очень много знает. Такой очень скромный, спокойный, дядечка, очень самоотверженный, конечно же. Я думаю, что Красноярский мемориал один из лучших в России. Я думаю, я не уверен в этом, но думаю, что так. Колоссальная абсолютно работа. Штат у них там небольшой совершенно, но там, по-моему, 15 тысяч различных документов, дел и прочее, 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 собрано. Очень хорошо структурированный сайт. Если бы не этот сайт, мне было бы очень трудно работать. Но он, кроме всего прочего, еще и прочитал роман. Признался мне, что это первый роман за последние 20 лет, который, значит, он прочитал. Притом, что он сам пишущий. И он прочитал внимательно роман и делал мне замечания. Там были замечания существенные. Ну, может быть, не принципиальные, но существенные, да. Он очень внимательно все сделал. И в одном месте он мне, значит, написал письмо, что вот у тебя там ссыльное, значит, попадает в отдел МГБ, это уже было МГБ, а не МКВД, в отдел МГБ, ее, значит, там как-то обрабатывают и отправляют дальше по этапу. Значит, ссыльными занималась МВД, пишет он мне. А я, представьте себе, это к вашему вопросу о документальности и выдумке. я взял реальные документы, реальные фотографии документов ссыльных, ну, для того, чтобы просто показать, что именно человек, какие документы заполнял и прочее, прочее, что там в них было, чтобы вжиться в образ. И я взял реальные документы и просто поменял ту фамилию, которая была в документах, на фамилию своей героини. И, соответственно, вся процедура, там лейтенант МГБ, все происходит и документы совершенно реальные. Вот. Все подписи, там четыре офицера их подписывают, ну, все довольно смешно и глупо, и бог знает что. И я ему говорю, этому Алексею Бабий, говорю, послушайте, ну, это же реальные документы. Как, да? Он говорит, ну, странно. Через два дня мне перезванивает и говорит, вы представляете, ровно в эти два года дела ссыльных были переданы из МВД в МГБ. И вот такого, таких вот в общем, таких вот перемен всевозможных и прочего было полным-полно. Я помню, я убил там дня полтора на то, чтобы у меня была фраза. его вызвали в Игарский отдел МГБ или управление МГБ, думаю я. Думаю, есть же разница, потому что если отдел, то значит где-то управление, а если это управление, значит под этим управлением есть какие-то отделы, которые, значит, на местах. И вот я дня полтора убил просто вот на то, чтобы выяснить в этот момент в Игарке был отдел или управление, потому что вы себе не представляете, что это за структура. она все время там все менялась. То в республиках было одно, значит, там было, причем в одних местах могло быть одно, в других могло быть другое, форма тоже менялась и так далее, и так далее. Но вот мне Бабий позвонил и сказал, что вот так вот, я страшно горд, вот поэтому я и рассказал этот про тушенку, это с Сосновским было. Нет, но чем хорошо было писать, чем легко было писать, вот чисто с бытовой точки зрения, у меня было два шпиона из того времени, Сновский и Казаченко, капитан и, значит, лагерник. И если мне надо было что-то узнать из быта, лагеря, я просто звонил ему по скайпу, записывал все на диктофон, а потом расшифровывал и, значит, работал с этим. Но иногда они ошибались, такое тоже бывало, иногда какие-то вещи приходилось проверять. Но в основном так все было правильно. Сновский прочитал какой-то там четверть, первый четверть романа и, значит, замечания его, я уже всех не помню, ну, какие-то были небольшие, ну, потому что я с ним все время общался, да. И вот он мне пишет, что у вас тут банка тушенки, там, литровая, литровых банок не было, была на 400 грамм и на 4 килограмма, 4-х килограммовую называли корова, причем называли и лагерники, и, значит, солдаты. Вот. И вот, представляете, ну, на самом деле, если все, что я по тому времени надыбал, значит, в роман было запустить, это было бы какой-то немыслим, вот такой толщиной. Но, да. Спасибо большое, Виктор. Перед этой огромной работой, которую вы делали, я думаю, что в конце этого разговора есть один вопрос, который всегда задают, это, а вы сейчас работаете над чем-то? Ой, нет. К сожалению, нет. К сожалению. Вот это всегда самый противный для меня период жизни, когда книжка вышла, и вот начинаются какие-то отзывы, отклики, ты должен участвовать в мероприятиях. Нет, конечно, мне сейчас интересно, и спасибо вам, я очень признателен, но писать все равно лучше, потому что ты, я пишу один, я куда-нибудь сбегаю на месяц, ну, каждый вечер, конечно, я выхожу по скайпу, если есть интернет, с женой, значит, разговариваю, контролирую ситуацию дома, вот, но я один, и я посвящен только этой работе, только о таком, только мечтать можно, да, Маша? Маша художник, вот, и, вот, и, поэтому это совершенно, я вспоминаю о работе над этим романом, как о чем-то, в совершенно, в совершенно золотом времени, ну, и потом я сам много чего узнал, и, и с героями у меня тоже было всякие разные отношения, Валентина Романова, кстати, мой, нет, мой любимый герой Ася, все-таки, я за нее больше всех переживал, а Валентин Романов, все-таки, вот, он какой-то, если говорить про мужчин, то он мой любимый герой, я не могу сказать, что я не люблю Сан Саныча, там, или Горчакова, но, какой-то очень цельный Романов, а как он мне помог в этой сцене, с, с, когда Ася встречается, да, совершенно встреча невозможная, она очень тяжелая и прочее, и вдруг Романов, он мне был просто спасителем, он с его непосредственной реакцией на, на вот этих двух, да, вот, прямо такой замечательный, он как-то все оживил, сцена, кстати, очень живая, хотя она очень тяжелая, наверное, такая, но она какая-то живая получилась, даже с каким-то юморком, так это, и, да, вот, и тогда, так что я сейчас ничего не пишу, так какие-то из сьюшечки, еще что-то, вот, вот, потому что вы сегодня, книга переводится, или как? Нет, пока не переводится, нет, потому что, ваши другие книги были переведены на многие языки, да, были, по итальянски они вышли? По итальянски нет, нет, по итальянски не было, но во многих я видела по-французски, по-английски, по-немецки, по-английски, ну, да, но сейчас ситуация, это не очень хорошая, французское издательство, с которым я очень хорошо работал, и страшно им признателен, они совершенно замечательно занимались продвижением книги, и прочие переводчики были просто, просто прекрасные, Люба Юргенсон, одна из лучших во Франции, если не лучшая, Жан-Батиста Годон, тоже прекрасный совершенно переводчик, с таким знанием русского языка, мы с ним переписывались две недели по почте, и потом я говорю, вот как мне повезло, что вы носитель языка, оказался он француз, причем француз и мамы, и папы, и прочие, он блестяще знает русский язык, и человек очень хороший, вот так что, ну вот, сейчас это прервалось, потому что, ну, у них совсем плохая ситуация, ну, потихоньку все, торопиться не будем, вот, и вы не пишите, потому что вы у нас были сегодня, и через два дня вы будете тоже в музее истории ГУЛАГа, поэтому можно пригласить тех людей, которые сегодня с нами на фейсбуке, или вы, кто в зале, если вы хотите продолжать разговор, потому что вы ждите очень сильно эту презентацию именно, расскажи, это будет тогда 20-го, нет, это будет 19-го числа, 12 часов, да, но там боюсь, почему эта презентация важна для вас? Вы знаете, во-первых, во-первых, мне очень нравится музей ГУЛАГа, во-вторых, когда я писал, я не был с ними знаком, они стояли на ремонте, я попытался как-то с сайтом сотрудничать, у меня не получилось, но это уже было, было уже в тот момент, когда я уже был перенасыщен информацией, и мне, в общем-то, не особенно нужно было, но когда я к ним попал, я восхитился, восхитился и восхитился, потому что это очень умный, спокойный, глубокий музей, я таких просто не видел, это совершенно какого-то вот мирового уровня музея, и ребята, которые там работают, молодые достаточно парни, это люди с серьезной, знаниями, причем вот мне нравится, что там нет никакой истеричности, это серьезное, глубокое погружение, и серьезная постановка задачи, я там вот в этом году уже был два раза, и вот, наверное, сейчас пойду и третий раз, посмотрю, но мне вообще хочется просто по этому музею по, вот даже в одиночестве побродить, чтобы просто побыть там два-три часа, и я всем рекомендую это прекрасный музей в Москве, и власти, молодцы, что поддерживают всячески, вот, а там будет презентация, но почему важно, потому что они очень серьезно к этому отнеслись, задолго начали готовиться, вызвали из Красноярска, вот Алексея Бабия, сам директор музея будет, значит, тоже с нами на сцене, и они будут делать небольшие доклады, то есть это будет такой разговор на эту тему, но в связи с книгой, конечно, да, и очень многие мои друзья туда идут, прочитавшие книжку, но вот они не пошли сюда, а пошли туда, потому что они сначала хотят посмотреть музей, экскурсию, а потом, значит, это прекрасно, и мы тоже всех призываем пойти послезавтра, 19 марта в музей истории ГУЛАГа в 19 часов, вот, и последнее объявление, которое я хочу дать, я прошу прощения, там надо регистрироваться, потому что количество мест ограничено, правильно, везде нужно сейчас регистрироваться, к сожалению, потому что, потому что так, пока, поэтому на сайте, я думаю, музей ГУЛАГа, там, наверное, будет мероприятие, вы можете регистрироваться, если еще есть место, и вот последнее объявление, которое я хочу делать в конце нашей встречи, это что, я хочу пригласить всех, в субботу, здесь у нас, 19 часов, будет спектакля по мотиву книги Василия Гроссмана, «Жизнь и судьба спектакля», театра «Бардак», так и называется, театра, называется «Живи вечно», именно по этой части, письма матери штурму, вот, поэтому вас приглашаем в субботу, в 19 часов тоже нужно регистрироваться, приобрести билеты, нас на нашем сайте, и так далее, Виктор Ремизов, спасибо большое, что вы стали, до новых встреч, спасибо вам тоже, что вы с нами побыли сегодня вечером. Спасибо.